друзья всем привет сегодня обычный будний день конец ноября я заехала вместе с надей проверить осиновые и дубравные леса посмотрим что сегодня нам даст лес на улице достаточно прохладно пока шли к назначенному месту встречаются гиграфоры покажу вам их чуть позже попадаются зонтики зонтики сосцевидные вот такие вот малыши и большие уже есть где-то раскрывшийся экземпляр где-то нет сосцевидный говорит сам за себя смотрите присутствует колечко которое конечно же может спускаться у нас по ножке отличительный признак зонтика и вот такой бугорок по центру на шляпке на что и указывает его название хороший гриб можно будет взять пожарить в кляре можно взять с ножкой можно без мы возьмем и так и так немножко хорошо отделяется от основания шляпки берем это это посмотрим что дальше нас ждет лесу пойдем погуляем еще один они обычно растут группами вот так вот умело прячется в правке молодые совершенно несмотря на холодную погоду лезут все-таки лезут здесь нас граница осиного и дубравного леса молодая поросль и вот обратите внимание что мне здесь попалось смотрите кто это у нас такой а это молоденький подосик вот такой вот думаю что чистый хороший немножко приударенный морозом но экземпляр тем не менее достойный пусть и маленький так как сейчас влажно встречается в лесу тоже достаточно много дождевиков чистые красивые и лекарственные между прочим поэтому не чурайтесь берите этот гриб сушите используйте как противомикробное средство допустим при заживлении ссадин и ран а также шампиньоны молодые чистые свежие это даже еще не раскрылся приятные находки достаточно разнообразная такой вот сегодня ассорти у нас шампиньоны совсем молоденькие эти попадаются какие нераскрытые и красивые а здесь смотрите как спрятался экземплярчик побольше но тем не менее не до конца еще раскрылся пластинки уже немножко потемнели но сам грибочек надо проверять и смотреть потому что может быть червивый да видите не знаю видно вам или нет точки кушают очередь чеки поэтому пускай остается здесь и так шампиньоны зонтики дождевики подосиновик один и смотрите вон какую полянку я нашла здесь зонтиков их немножко не видно далековато но здесь 4 пойдемте попробуем подойти поближе и рассмотреть их повнимательнее я так предполагаю что и здесь не 4 больше срезать почему я какие-то грибы срезаю какие-то рву выкручиваю да то есть а потому что на самом деле грибам ведь все равно дилемма такой спор нас давно уже идет между грибниками на самом деле уже давно доказано что грибница так как она находится очень глубоко под землей и распространяется на десятки а то и на сотни метров под поверхностью земли ей все равно как собираются данные плоды либо они сгниют либо их затопчут либо их съест дикий зверь поэтому как вам удобно вот мне удобнее сейчас срезать потому что я беру только шляпки поэтому срезаю какие-то выкручу какие-то среди в общем абсолютно грибницы все равно как вы их собираете где-то там зарослях ажины я вижу еще один зонтик а также я вижу надю которая что-то собирает мне интересно что и попалось пойдемте посмотрим поближе вот и наш желанный зонтик не раскрылся еще зонтик сосцевидный наде попался один зонтик и вот такие вот грибочки это гиграфор обратите внимание на его яркий цвет цвет него оранжевый прямо красивый у гиграфора всегда приросшие редкие пластинки такие вот не сходят с ножки есть такая стадия видеть маленькие есть маленькие еще таки не раскрытые то есть разрезать можно будет увидеть приросшие пластинки а вот он крупный экземпляр прямо в ежевике вот вот такой подстилочка они прячутся здесь нас этот граница дубровного леса и осинового и вот здесь им прям комфортно живется очень много здесь разных грибов но преобладают конечно зонтики и гиграфор чеки так этот зонтик у нас же плохой еще один шампиньончик в конском навозе потому что здесь видимо лошадки гуляли но ничего зато экологически чистый продукт так потихонечку потихонечку и насобираем сегодня и А этот грибочек Родотус дальневидный. Очень часто встречается в холодное время на стволах упавших деревьев. Смотрите, он похож немножечко то ли на грузь, то ли на сыроежку, непонятно. По мне так непонятно, на что похож. Но он розовый такой, пластиночки у него розовенькие. И сам по себе он светло-кремово-розовый. Родотус дальневидный. И он здесь ни один, их здесь много. Он же постарше. Вот еще два маленьких экземплярчка. Идем дальше. Уже на другом стволе. Они как вешенки такие, розовенькие, видите. Прям как будто бы вроде без ножки. На самом деле ножка у них есть там под стволом. Розовые вот такие вот. Еще один зонтик нам попался. Он же пойдет с нами. Хороший, чистый. Сосцевидный. Сосцевидный. А также тросочelse. И я с ним знаю, что в этой жизни можем увидеть тот лиц. Он же не захjis. И они знают, что на самом деле祥. Там же все еще разUL mortgage. В обстоит тот день. У меня здесь мыesh. И они вот такие вот и приятного запаса. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok классно вот тебе и зимние грибы пошли еще такая вот спряталась кучечка опят вообще не видно то есть не только-только начинается возможно сюда приехать через пару деньков возможно тут накосить я уже без перчаток в грязи все как я люблю класс вышли на полянку из дубравы а здесь у нас опять гиграфорчики хорошие мясистые такие и тут их много они вот любят расти на полянках потому что луговые грибочки в основном ну вот теперь мы знаем какие грибы можно собирать ноябре когда уже холодно когда уже первые морозы у нас на кубани на луг можно отправляться за вот такими грибами растут они по одному и семейками разброс по разному кибри приятные малыши и они еще будут они идут даже в декабре у нас можно их собирать вот до нового года наверно на заметку отправляйтесь на поля на открытые участки возле дубовых лесов чтоб поискать такие грибы у нас потихонечку потихонечку а корзиночка и маленькие большие какие хочешь только только начинается где-то больше где-то меньше но собирать все таки все равно приятно мелкие особенно хороши как маленькие опять пришли мы машине последние шампиньочки под ногу бросается будем уже заканчивать наше сегодняшнее видео ну вот такой вот у нас сегодня получился результат это у меня только одной шампиньоны зонтики и гирофоры опята и удина ушки и один подосиновик что еще для счастья надо в конец ноября холодно были мы сегодня в северском районе территориально это уже ближе наверно к кубинску такая вот красотища здесь обсматривали сегодня опушки добровый лес осенники так что идите в лес ищите свои грибы пускай даже зима на носу но грибочки кое-какие на есть ну а мы на сегодня с вами будем прощаться до скорых встреч всем пока а